И всем привет ребят, с вами мистер Ванька И сегодня записываю новый ролик по нашему бездонатику Сегодня мы поиграем на карте Polygon в режиме DM Попытаемся занять здесь топ 1, надеюсь, что у меня это получится сделать Ну и конечно же, с темой нашего сегодняшнего ролика у нас будет Как и где заработать кристаллы на маленьких аккаунтах Сегодня я захотел именно этой теме уделить внимание Почему? В принципе все хотят заработать кристаллы на маленьких аккаунтах Но не знают где и как лучше это сделать Сегодня я именно буду рассказывать про режим матчмейкинга Не будем упоминать про битвы пропа Потому что в про битвах есть, где можно заработать намного быстрее и намного выгоднее кристаллы Но не в этом суть Почему я сегодня нахожусь в DM Именно в DM я считаю, что заработок кристаллов Если вы занимаете постоянно призовые места То есть если вы занимаете от первого хотя бы до третьего места Ну при постоянном первом месте, конечно, вы будете зарабатывать еще больше Ну в общем суть в том, что в DM при распределении фонда, который сейчас у нас есть Первые три места почти что всегда забирают максимальное количество фонда То есть оно делится в соотношении первое место забирает 40% фонда Второе 30% и третье 20% Где-то вот примерно в этом соотношении фонд у нас делится Если же, конечно, у нас есть хоть какой-то малейший отрыв То есть если отрыв у нас между игроками около 2-3 киллов То понятное дело, что не будет этого жесткого такого распределения А будет распределение около примерно 20%, 15%, 10% И вот что-то в этом роде, начиная с первого места будет Поэтому сегодня постараемся именно в этой катке занять первое место Не знаю, получится у меня это сделать или нет Я вижу уже тут нагибаторы на комплектах Buran Который, в принципе, я хотел бы приобрести на данном аккаунте Почему бы и нет Но вы, конечно же, просили немного другой комплект Посмотрим, успею ли я вообще накопить на него Или же на следующей неделе у нас выйдут новые комплекты И я буду уже покупать комплект себе из нового какого-то Не знаю, что там у нас выйдет Есть, конечно, игроки, которые в этом шарят Но я не шарю Если вы, ребят, шарите, какие комплекты у нас будут на следующей неделе То обязательно отпишите по этому поводу в комментариях Так, у меня сотка уже появляется Значит, что я свою прожимаю, пытаюсь забрать еще одну по центру А еще одну по центру Не успею, не успею забрать еще одну по центру Но, кстати, какой-то очень странный парень играет на Хантера Фризе При том, что он забирает постоянно овердрайв И себе его не включает Очень как-то глупо все это дело делает Ну и что касаемо нашей темы ролика, которую я уже, в принципе, упомянул О которой я рассказал по заработку кристаллов В демке, в принципе, все вот эти кристаллы, которые у меня сейчас есть на аккаунте Где-то около 8 тысяч я заработал именно в данном режиме При этом в демке вы не зарабатываете так много опыта При том распределение, которое у нас сейчас имеется вообще в матчмейкинге То есть вы получаете не такое большое количество опыта Но при этом получаете фонд такой же самый, который вы бы получали в ProBit В этом плане это, конечно, очень-таки круто Потому что можно, в принципе, судить по коэффициенту в бою, который вы будете получать И коэффициент у нас равен где-то около единицы за первое место Ну, может быть, там чуть меньше 0.7-0.8, где-то около этого А данный коэффициент на таких званиях это очень-таки хороший Как у нас считается коэффициент, для тех, кто не понимает Это количество набранного вашего опыта в битве Короче, это отношение полученного вами в битве опыта к отношению кристальным То есть, я думаю, что все, в принципе, понимают, о чем идет речь Если вы, например, в битве получаете 100 кристаллов Но набили при этом 20 опыта То это получается, что вы получили x5 он Если вы набили 100 опыта, получили 200 кристаллов Вы получили x2 То есть, я думаю, что всем, в принципе, понятно И именно по данному коэффициенту я всегда считаю свой заработок в боях Если же я играю в именно ProBit То есть, как-то так, как-то так 5 минут у нас до конца боя остается Постараемся сейчас занять первое место Не знаю, получится у меня это сделать или нет Все-таки у нас тут два первых места играют на комплектах Buran Хотя, по сути, по опыту они сильно не отрываются Вернее, не по опыту, а по килам Поэтому, в принципе, все шансы занять хотя бы топ-2 у меня есть Сейчас попробуем слить вот эту рельсу Нагибаторская, она хоть и на фулнарке, но ее, в принципе, задамажить можно Задамажим, задамажим Она еще мажет, это очень хорошо И мы ее сливаем Так, 4.40 у нас до конца Главное, чтобы этот парень не успел закончить бой досрочно Иначе будет, конечно, в этом плане печально Надо его слить, хорошо, сливаем И давайте, давайте, давайте тогда сольем вот этого Сольем вот этого Дотянуться до него Блин, случайно нажал аптечку уже по привычке, но ничего страшного Аптечки Хоть и у меня здесь лишних их нету, но ничего страшного в этом, в принципе, нету Нету, нету ничего страшного 4 минуты до конца боя Иду пока на третьем месте Постараться догнать первые два места Это, конечно, очень тяжело, но у вас по Жиге М0 При том, что данные ребята имеют по Хантеру Хризу М1 Понятное дело, что если бы я имел такое сочетание, то Скорее всего, уже бы заканчивал даже этот бой Ну, а так Где-то крадусь за ними Где-то что-то пытаюсь, рыбаюсь Ну, и опять же Мастер Капрало кидает уже к первым сержантам Опять наш жесткий баланс Жесткий баланс именно-таки по рейтингу В битвах матчмейкинга мне очень-таки нравится Почему он такой? До сих пор я не могу понять Почему так неправильно все оно сделано У нас падает по центру овердрайв Сейчас мы его попытаемся забрать Не знаю, получится он мне это сделать или нет Парень прожимает один овердрайв И я не успеваю забрать Так как натыкаюсь на миночку Печально, печально в этом плане, конечно Ну, а что касаемо боя То до первого по двух мест Они идут очень-таки равно Но мне не хватает 10 килов 10 килов, понятное дело, что эти ребята уже закончат бой Быстрее, чем закончится время Но мне хотелось бы хотя бы набить Каких 35 килов в данном бою И было бы замечательно Что касаемо, ребят, контейнеров То, кто смотрел предыдущий ролик То вы видели, что мне выпало с первого контейнера Мне выпали кристаллики И это очень-таки хорошо Так как кристаллы для комплекта мне, безусловно, нужны Ну, конечно, не то количество кристаллов Мне выпало, которое мне бы хотелось Но все же данное открытие одного контейнера было, по моему мнению, удачно Что у нас тут по заданкам? Мне надо собрать еще одну аптечку Ну и в топ-3 вроде как и я сохранюсь Это очень-таки хорошо, хорошо Аптечку нас забирают Хотел ее забрать А парень уже пытается закончить данный бой Две минуты до конца боя у нас остается А у парня уже 48 килов 35 хотя бы я бы хотел набить Но, походу, у меня даже и 35 не получится сделать Хотя, шанс еще есть Давайте, давайте, салем, 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 салем Есть 35 Хотя можно постараться сделать даже больше Чем 35 Полторы минуты есть Парень не хочет добивать килы И мне это нравится Не надо добивать ему килы Не надо, не надо тебе это Ты не добиваешь килы А я делаю еще как минимум парочку Но не получилось, не получилось Забираю сбоя 200 кристаллов Не так, конечно, много Но и не так мало В принципе, если бы я бы занимал в этой карте первое место При абонементе еще новичка Я бы получил довольно-таки большое количество кристаллов Выкопил около 500-ки Я мог бы схавать Ну а тем временем у нас становится почти 13 тысяч на аккаунте И смотря на данные комплекты Я понимаю, что я их не успею уже Скорее всего, прикупить ни один из этих трех Так как у нас уже послезавтра выходят новые комплекты Ну и, конечно, мне бы хотелось, чтобы вышел у нас комплект с Воспожигой Я считаю комплект с Воспожигой более нагибаторским, чем комплект данный С Хоре-фризом М1 Ну и, в принципе, Хоре-рельса М1 или Хоре-фриз Я бы отдавал, конечно, предпочтение Хоре-фризу Но вы, ребята, хотели, чтобы я прикупил именно такой комплект Поэтому через два дня мы, в принципе, запишем новый обзор на комплекты Посмотрим, какие комплекты у нас, в принципе, выйдут И будем думать уже, какой комплект нам приобрести Конечно, будет это все еще зависеть от того количества кристаллов, которые у нас будет на аккаунте Возможно-таки будут комплекты, на которые у меня не будет хватать кристаллов Вот, например, на этот комплект я понимаю, что 70 тысяч кристаллов у меня бы все равно не было Ну а прикупить, например, комплект Буран я бы смог Безусловно, смог на таком названии И это было бы нормально Ну а на этом мы будем заканчивать данным роликом Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк Подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Также пишите по поводу кристального заработка в комментарии Где вы зарабатываете кристаллы на своих маленьких аккаунтах На аккаунтах без доната, если они у вас имеются Ну а на этом все Спасибо, ребят, что смотрели Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok